Все вы знаете, что в нашем городе работает концертно-театральный центр «Евразия». Это площадка для настоящего межнационального общения. Вот совсем недавно на этой площадке прошел концерт легендарного ансамбля «Песнеры». В студии Алина Маслова и Михаил Кириллов у нас в гостях золотой голос золотого состава «Песнеры», легендарный заслуженный артист БССР Леонид Барткевич и солист ансамбля «Песнеры» последнего состава Владимира Мулявина Вадим Косенко. Здравствуйте! Невозможно перечислить все ваши регалии, это совершенно точно. Скажите, пожалуйста, кто приходит на ваши концерты? Это женщины, это мужчины, может быть, это молодежь. Кого вы видите сейчас? Ну, вообще массовый зритель. И, конечно же, есть у нас и наша публика, которая приходит и мама, и папа, и дедушки, потому что 50 лет в этом году уже исполняется как бы состав в нашем ансамбле, и приводят детей и внуков своих, и очень многие даже молодые ребята говорят по 13 лет, которым они говорят, что что это, мы так, почему мы раньше не слышали, почему по телевизору не показывали? Ну, в общем, контингент разный, но обычно всегда прекрасно проходит. Всегда поют хором, наверняка, вместе с вами, подпевают все. И те, кто знает, наша публика, они все песни в нашем общем знают, да, приходят на них, на наши хиты. Несколько поколений, собственно говоря, воспиталась на этих песнях, вот, и мы бесконечно довольны видеть совершенно разных людей на концертах, абсолютно разных возрастов, это очень приятно всегда. Вот вы знаете, обычно вот артисты поп-сцены популярные, да, такие, они всегда видят на своих концертах фанатов, которые ломятся потом в гримерку, пытаются что-то подарить. Мне кажется, у вас публика спокойная, или, быть может, вам тоже стучатся семьи целые, приносят мед, я не знаю, какие-то другие подарки, есть что-то такое? Ну, в общем, это сейчас более спокойное. Раньше у нас тоже за нами в зондеркоманду ездили девчонки, целая куча была всего, и, конечно, тоже самое было, тоже поклонники. Нет, есть клубы даже, вот в Москве есть клуб любителей ансамбля-председарок, допустим, и сколько мы там не приезжаем, всегда приходят они уже на протяжении огромного количества лет, и, как вы говорите, действительно и закатки приносят, и мед, и все на свете. Ну, какой самый необычный подарок? Ну, интересно же, что вот такого могли подарить вам, музыкантам, после концерта? Помимо цветов, конечно, какие-то, я понимаю, плакаты там, отдайте автограф, пожалуйста, ну еще что-то. Я помню, это в году 2000, по-моему, у нас были концерты на Камчатке, и после концерта... Я догадываюсь уже просто... Нет, 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 это не догадываетесь, это вообще такая интересная история. После концерта пришел парень с кейсом гитарным, да, в гримёрку, и говорит, Владимир Георгиевич, ну не парень, а взрослый мужчина такой солидный. Вот помните вот эту гитару, он открывает, а у Мулявина слеза такая пошла. Это гитара, которую он еще в каком-то 70-каком-то году продал, будучи там на гастролях, вот этому парню, и он, говорит, и там было еще доцарапано, да, его роспись как бы на этой гитаре сзади. Ну, и по тем временам такие гитары, там гипсом, по-моему, какой-то был, купить, где-то достать, это было просто нереально в Советском Союзе. И вот он тогда этому парню по дешевке эту гитару продал, потому что он просил этой невероятности. Он говорит, я хочу вам ее вернуть, на что он сказал, что нет, это уже твой инструмент, поэтому пользуйтесь, спасибо большое, но, говорит, удовольствие достало невероятное. Такой был случай. Ну, а какая для вас вот реакция самая приятная от ваших зрителей, от аудитории, когда поют, когда плачут, когда... Стоя аплодируют. Ну, чем больше аплодисментов, тем вроде бы как кажется, что публике нравится это все. Самое главное. Ну, конечно, нет, но... Ну, стоя аплодируют. Приятно, когда нормально, положительно реагируют на то, что ты делаешь. Вот это вот самое главное. Ну, а в вашей программе есть только известные хиты, с которыми вы гастролируете по России, или вы что-то новое еще тоже приносите? Вот у нас это, в общем-то, притча в языцах. У нас самая главная проблема вставить новые песни какие-то. Потому что очень много у нас хитов, очень много. И попробуй какой-то хит не спой, начинает кричать, вот это, это. И поэтому тяжело вставить новые. Ну, это с ней есть, конечно. Новые песни есть, и с удовольствием, в принципе, хотя бы парочку каких-то новых песен мы в концерте обязательно поем. Слушайте, ну, одно дело выступать в течение года, выступать в течение десятилетия. Ты вроде бы как отдаешь себя, получаешь энергию обратно, не устаешь. Но когда гастролируете больше 30, более 40, 50 лет, как это вообще? Как вы себя заставляете выходить на сцену в хорошем настроении и всегда в хорошем? Всего не замечаешь. Просто идешь по жизни с годами с этими, и это работа. Уже просто самое главное, что без нее не можешь. Потому что дома посидишь несколько дней, и уже все, тянет уже опять на гастроли, опять концерт. Потому что сцена – это самое большое удовольствие, когда ты выходишь на сцену, поешь, общаешься. Любые болезни, любые, все, что хочешь, все сразу проходит. А бывало такое, что выходили на сцену, когда голоса нет? Бывало, конечно. Болели, например? Что делать? Бывало. Молчать. Ну что? Как это? Вы всегда на сцену молчали? Да, тогда на это есть врачи, собственно говоря, есть фониаторы. Да, бывали такие концерты. У меня, допустим, это однозначно. Я помню, у нас в Минской филармонии был концерт, и я просто, я жутко простыл. Так. И благо, что мы на месте были дома, да, в Минске, я сразу пошел к врачу, мне укололи какой-то, сделали укол, там, как бы адреналил в связке прямо, да, то есть. Ну, нормализовалось, я концерт отработал, но потом я спустя концерт этот, где-то, я не мог сказать, наверное, пару дней вообще ни слова. Ну, это бывает, в общем-то, не часто, редко, но на связках, на опухших нельзя ни в коем случае петь, потому что можно петь в юг и прочее, и голос может поменяться. Ну, к чему я спрашиваю, просто у нас в Новосибирске есть тоже вокальный конкурс, и наверняка молодые исполнители будут смотреть вас, таких легенд. Дайте какой-нибудь совет, вот когда все плохо с голосом, что только к виниатру. Дайте, что нужно правильно петь, надо петь на дыхании, надо обязательно натренироваться и поставить голос на пресс, на дыхание. Если ты будешь сидеть на связках все время, как часто делают, неграмотно поют, тогда очень быстро они изнашиваются, и человек теряет голос, а так все грамотно. Ну, мне повезло, у меня, например, я закончил школу музыкальную по классу трубы, и там первое все, что это ставят дыхание. И так получилось, что я уже голос был и пел, и причем... Но это слышно, когда человек поет не на дыхании, у него излишняя вибрация, у него ничего не держится, у него фразы не... Это сразу слышно, но опытом, в общем-то, вокалистом слышно, что человек не умеет... Вообще беречь голос, беречь, потому что это инструмент такой, который, если он сломается по-настоящему, то отремонтировать его очень-очень сложно. Потому что все-таки, если Господь дал голос, то, конечно, это твой инструмент, то, что дает тебе возможность выразиться, самовыразиться, самовысказаться, собственно говоря, и, может быть, у кого-то даже чего-то достичь, поэтому... Ну, к этому нужно очень трепетно относиться, конечно. Давайте, наверное, о хорошем поговорим. А есть ли какие-то яркие, самые запоминающиеся концерты за все года? Есть ли какой-то эпизод, может быть? Ну, вот вы спросили, мне напомнилось, это был 1975 год, мы были в Каннах, и там, в общем, каждый год в Каннах есть такой фестиваль Медем, где смотрят, там, министры культуры, я не знаю, все люди с каждой страны, они менеджеры, они выбирают себе на следующий год как бы артистов, артистов и певцов, и ансамблей, и вот. И нам сказали, что вот будет, это такой определенный год, когда пригласили нас, госконцерт нас послал. И сказали, вы, говорит, аплодисментов не ожидайте, потому что это одни менеджеры в зале сидят, и это идет как бы просмотр на следующий год, на разные страны ваших гастролей. Ну, и каково было наше удивление, когда в конце в самом, а они все встали на последней песне и начали нам аплодировать. Что это было за песня, вспомните? Ну, это было песня, я не помню даже. Ну, какой-то хит традиционный. Столько этих песен прошло. Ну, и потом пригласили нас в большой, огромный зал, и сразу начали подбегать эти все менеджеры, и контракт в Японии, контракт в Америке, контракт во Франции, контракт в Англии. А мы не имели права подписывать контракт, потому что у нас был дядя в шляпе, который, в общем, руководитель этой поездки. И он давал визитки, у него была куча визиток в госконцерт. Вот кто-то хочет, допустим, песняров иметь, на следующий год, пожалуйста, приезжайте или пишите в госконцерт, делайте заявки, платите предоплату, и тогда они к вам приедут. Вот такой шоу-бизнес. Что ж, ну а мы продолжим наш диалог после небольшого информационного блока. Напомним, совсем недавно в концертно-театральном центре Евразии прошел концерт легендарного ансамбля «Песняры», и сегодня у нас потрясающие гости в студии. Леонид Барткевич и Вадим Кассенко. И вот мы затронули уже самые яркие моменты, а какие самый сложный концерт? Ну, я так понимаю, тот тоже был сложный, да, где были одни менеджеры. Но вспоминается ли что-то еще? Когда реально никто не поаплодировал. Да, когда не встали в конце и ушли. И ушли. Такое было? Такого не было никогда. Но был один случай, когда после этого случая Муляин отрастил усы. У нас был концерт в парке Горького в Москве. Был страшный ливень, мы опоздали на концерт. В общем, публика ждала там прочее все. И у него была гитара, и микрофон, в общем-то, почти не было крыши. И замыкание произошло между его губами, микрофоном и струнами. И очень сильно током дернуло, он после этого отрастил усы. История усов, потому что очень много всяких всплезненных историй об этих кусах. Я хотел рассказать вот насчет Ольги. Была моя жена олимпийской чемпионки, четырехкратная по гимнастике спортивной, Ольга Корбуль. И это было начало 1972 года. Как мы с ней познакомились, я как раз в Мюнхен был в 1972 году, олимпийские игры. И перед этими играми, в общем, по радио прозвучало. Раньше у нас все время репродуктор висел, и все оттуда шло, потому что у него все были еще телевизоры, и в то же время было все по радио. Ну и, в общем, я услышал концерт по заявкам олимпийских, в общем, кандидатов в члены сборной СССР. И Ольга Корбуль попросила спеть, чтобы по радио прозвучала песня «Олеся». А я исполнил эту первую Олесю, ну, думаю, значит, так. Она на меня глаз положила и прочее. Ну и потом, помню, был такой концерт большой во Дворце спорта. Там были и спортсмены, и артисты. И тоже все это посвящено Олимпиаде было. И я так несколько раз спрашивался, а Ольга была на сцене, там что-то она какие-то штучки, в общем, репетировала. И смотрю, она на меня вообще ноль внимания. То есть она не знает меня. Это специально было сделано, скорее всего. Да, так получилось. А потом уже, это был 76-й год, когда мы летели вместе в самолете в Америку. Ну, песняры летели на свои там концерты, а гимнастическая команда, это уже было после Мюнхена, Олимпиады. То есть не после Мюнхена, а Монреаля. Песняры, да. А они летели на показательное выступление. Сборная СССР по гимнастике. Кинька больше не было бы, журналисты там пару. Вот, и мы сидели с Ольгой, а они там впереди, ребята на гитаре там все поют. А у нас какого-то настроения не было, мы немножко поотдаль сидели с ним, друг напротив друга через проход. Ну, и она подходит к нам и говорит, что мы поговорим о жизни. Вот мы говорили о жизни часов шесть на всем протяжении полета этого. Ну, и она как-то мне сказала, что, говорит, если я когда-нибудь буду замуж, то только не за спортсмена и не за артиста. А почему? Ну, потому что, говорит, вот видишь, сейчас вот я поеду в одну сторону, ты поедешь в другую сторону. Какой смысл, да. Так что это за жизнь вообще, особенно у молодых. В принципе, она была права. Ну, и потом ровно через год она мне позвонила, я был дома в Минске, приехала ко мне в гости, и все, после этого мы больше не расставались. Ну, вы другу как-то помогали, советовали, потому что были на пике и вы, и она... Ну, до сих пор он постоянно с сыном общим, и мы звонимся с ней. Ну, не бодались, не ссорились во время жизни совместных? Все было, у нее такой характер крепкий такой. Все бывает, нет, но чтобы там ругаться, нет. Нет, ну, нам нечего делить было, у нас были общие интересы, и мы очень хорошо понимали, и не надо было там, ты ниже, ты выше, ну, то есть мы были одинаково почти. Ну, конечно, с ней сравниться невозможно, что я где-то в Союзе меня знали, но потом немножко загранили. А Вольга, это всемирная известность, это легенда целая, вот так любит. Ну, а все-таки она оказалась права, вот с гастролями, с соревнованиями. Невозможно жить вместе, когда олимпийская чемпионка. Немножко права, конечно, конечно. Такой вопрос не могу не задать, правда ли, что на ваших концертах бывали Битлз? Ну, было, были и публикации, мы когда были в Нью-Йорке работали, и Джон Леннон был, и Пол Маккарте. А с Харрисоном я встречался у него дома, я когда жил, я жил 10 лет в Америке, и у нас был такой поклонник очень богатый, Сэд Харрисон, Ольгин поклонник по гимнастике. И он жил на Гавайях, и мы 2-3 раза в год ездили к нему в гости, он приглашал нас. Вот, и однажды у меня был день рождения, и он утром зашел к нам в спальню и говорит, что тебе подарить. Я думал, что мне подарил, он мой яхту мог подарить, все, кто хочет. Ну, а у меня в то время кто-то взял мой Эбби-Роуд, альбом Битлз, очень мне, в общем-то, дорогой этот альбом, я его очень любил. Ну, он говорит, ага, я ему сказал об этом, говорю, подари мне. Я тебе сегодня подарю Битлз, Эбби-Роуд с автографом. У меня так, конечно, часа 2-3 там был в таком, думаю, там уже свой не подарят, потому что они ему там... Ну, там как раз на Гавайях Мауи, такой остров центральный, и там есть такой город Хана. Мы сели с ним на вертолет, то есть он привез меня, и резиденцию Джорджа Харрисона привез. Вот, я тогда у него побыл, в общем-то, интересная была такая встреча, и познакомился мне, и списался на этом Эбби-Роуде, подарил, пожалуйста. Ну, это лучший подарок, мне кажется, для музыканта, просто потрясающе. Это было, конечно, для меня это было фиминально, да. Скажите, а за столько лет хоть у кого-то из ансамбля была звездная болезнь? Вот прям, чтобы накрыло конкретно, и все остальные говорили, слушай, ты как-то, наверное, успокойся. Все, конечно, хорошо, но веди себя приличный. Вадим, не знаю, почему я на вас смотрю, просто так, чтобы молчали все это время. Я пришел в ансамбль уже достаточно зрелым музыкантом, артистом, это было... Уже переболели? 97-й год, нет, а до этого я работал 10 лет в Государственном концертном оркестре в Беларуси, это вот, если вы помните, славянские базары все, потом, начиная с фестиваля польской песни, вот. А с 87-го года я работал в филармонии там пару лет и сразу ушел в оркестр. Поэтому звездности какой-то я никогда не ощущал, наверное, потому что я считал, то, чем я занимаюсь, это моя профессия прежде всего. Просто работа. И да, как говорил, Геонид Ильич, ты плохой артист, потому что у тебя нету здорового тщеславия. Так. Но я на этом могу сказать только одно, что я рассматриваю свое присутствие на сцене с точки зрения исключительно профессионализма. То есть это моя работа, я этому учился. И я это делаю. У меня не стоит стать каким-то там, ну, или быть каким-то великим. Нет, я просто хочу делать свое дело так, чтобы это было по-настоящему здорово. Понятно, что не лишен любой музыкант или артист, который выходит на сцену, то есть не лишен желания понравиться публике, это естественно. Но мне кажется, что звездность, которая возникает, она возникает, наверное, в человеке, ну, нет большого ума, во-первых. Которого мало таланта. Вот. А во-вторых, то есть, ну, когда человек случайный, наверное, да, вот в этой профессии, просто случайный, тогда вот это вот, да, начинается я, я, я. То есть, а на самом-то деле нет. Потому что талант знакомиться с собой еще с детства, если он подарен чем-то, там, голос. Ну, плюс это труд, а труд, он, да, труд, он не дает возможности, если ты действительно трудишься, работаешь над этим, над всем, он не дает тебе возможности казаться, то есть, каким-то таким величавым, невероятным. А там тебе всегда хочется быть еще лучше, еще лучше, каждый день лучше, лучше. Вот это и есть стремление тщеславия здоровое, которое хочется быть лучше всех. Люди, конечно, встречались, которые ловили эту звезду. Столько таких. Дорогие друзья, ну, берите пример с наших звездных гостей сегодня, а вас просим еще раз, много-много раз приехать в наш город с концертом. Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях были золотой голос, золотого состава, песниры, легендарный заслуженный артист БССР Леонид Барткевич и Вадим Касенко, солист ансамбля песниры последнего состава Владимира Мулявина. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, приезжайте к нам.